Кислотными ожогами на лице, шее и груди закончилась ссора детей с 50-летним мужчиной на французском бульваре. Взрослый через окно брызнул серной кислотой в одного из мальчишек. Теперь дело может дойти до тюремного заключения. Ребенку же может понадобиться пластическая операция. Подробности далее в сюжете. Он начал нас там обживать, матюкать. Мы в ответ то же самое начали ему делать. Я и Саша подошли к окну, начали его дразнить. И в итоге Саша смотрел в окно. Потом он развернулся, начал кричать и положил на лицо свои ладони. Мы, получается, разговаривали. Он нас начал обзывать. Я спросил, зачем вы нас обзываете? Он промолчал. Мы стали дальше разговаривать с другом. И у меня что-то попало на лицо. И сразу позвал ему помощь. Все равно пекло. Я побежал домой. Я сначала подумал, что это перцевый баллончик и умылся молоком. Так подростки описывают ссору с 50-летним мужчиной, который живет на первом этаже одного из домов на французском бульваре. В качестве аргумента против расшумевшихся детей он использовал кислоту. По предварительной информации – серную. Сейчас у 12-летнего Саши ожоги лица, шеи, груди. Мальчик находится в ожоговом отделении, куда вместе с мамой пришел через день после инцидента. Дед его умыл. Говорит, вроде бы там ничего нет такого. Говорит, все нормально. Говорит, ложитесь отдыхайте. А утром детям мне звонит и говорит, мамочка, посмотри. Мы сразу в полицию. По прогнозам врачей, Саша проведет в больнице около недели. В дальнейшем, возможно, парню потребуется операция. Кислота всегда оставляет глубокий ожог. И самое главное, что на лице нельзя сразу сделать операцию. Но кислота, она продлевает, понимаете, углубляет ожог, степень ожога. И выявление, какой будет степень ожог, после того будет видно, когда сойдет некроз. Это мертвая ткань, которая сейчас находится на лице. Жители дома, где все произошло, рассказывают. Их 50-летнего соседа зовут Юрий. Якобы часто выпивает и проявляет агрессию к окружающим. Покудный человек. Я ему пару раз лупки давал тут. За хорошие дела лупки не дает. Все, больше я ничего не буду. Но он выпивает часто, да? Очень часто. И матери лупит, как Фидорову козу. Дети тоже запуганы. Мы здесь собакой играли нашей, мы с ней гуляем. Она говорит, уберите свою собаку долбанную. Уже нас всех задолбали. По словам местных, Юрий живет с матерью. В то, что сын мог навредить несовершеннолетнему, женщина не верит. Это все брехня, вы ей тоже верите. Он тут бегал, как кой. На второй день и на третий. А на четвертый, вдруг он уже в больнице, и он уже больной. Полиция открыли уголовное производство по статье «Хулиганство». А самого Юрия задержали. В ходе проведения невидкладных следовооперативных действий за месяцем проживания подозрена была вылучена сердечная кислота. На теперешний час за вказанным фактом распечатано криминальное проведение за числением четвертой статьи 296 Криминального кодекса Украины. В данном случае правонарушителю светит от трех до семи лет лишения свободы. Кроме того, родители мальчика потерпевшего могут в данном случае требовать возбещения как материального, так и морального вреда. Предусмотрено у нас и в Гражданском кодексе, и в Уголовном кодексе, что за правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом, можно взыскивать материальный вред с правонарушителя. В пятницу мужчине избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Кристина Немченко, Александр Тарасенко, Константин Длужневский, Игорь Казанжи. Итоги недели. Седьмой канал.